Итак, заключение проповеди. Мы говорили об организации, структуре, плане проповеди, затем обведение. И сейчас заканчиваем раздел организации материала темой заключения проповеди. Цели или важности цели заключения. В проповеди, если говорить образно, есть взлет и посадка. И тот, кто летал или связан с полетами был, знает, что это самое важное. Правильно взлететь и приземлиться. Еще более важно, намного важнее. И проповедник должен вести людей к какой-то цели, доводить их, заканчивать хорошо, приводить их к решению. И заканчивать неубедительно, заканчивать так слабо, это значит проиграть битву. И проповедник не должен напоминать спустившийся шарик. Кто-то из вас может игрался, шарик надуваешь, не завязываешь, он так мечется, мечется и сдувается потихоньку. Но это не то впечатление. Проповедник должен заканчивать все равно, что вбивать гвоздь. Должно быть ясное, убедительное, четкое заключение проповеди. В Библии много есть таких примеров. Например, как Екклесиас заканчивает проповедь свою. Екклесиас значит проповедник, заканчивает свою книгу. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд. Тайное, хорошо ли оно или худо». Или помните заключение пророчества Аввакума, книга Аввакума, как он красиво заканчивает. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но я и тогда буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Вот такое хорошее, радостное, положительное заключение. Итак, каким целям служит заключение? Какие цели хорошего заключения? Подвести итог. Хорошее заключение не обрывает, а оканчивает. Одна из целей заключения – вернуться к тому, с чего мы начали показать, что мы изучили то, мы рассмотрели то и то, и сейчас мы приходим к какому-то выводу. Особенно об обучающей проповеди хорошо заканчивать таким родом обзором. Один брат, говоря о духовной дисциплине, воздержании, самоотвержении, заканчивал проповедь высказыванием. Сократ сказал «познай себя», Цицерон сказал «владей собой», Христос сказал «отвергни себя». И в этом суть нашей проповеди. И таким образом он подводит опять суть или объясняет в коротком предложении в нескольких словах суть проповеди. Очень хорошо сказал об этом старый проповедник, о своем методе изложения проповеди. Он говорил «сначала я говорю им, что я собираюсь сказать, потом я говорю им это, и наконец я повторяю, что сказал им». То есть в обведении я говорю, что я хочу сказать, потом я именно это и говорю, излагаю, и потом я повторяю то, что сказал им. Для этой же цели служит заключение – подвести итог. Второе – применение. Показать, что и как я должен делать. Применение особенно важно в евангелизационной проповеди, и оно должно быть конкретным. Я слышал одну проповедь, и проповедник много раз повторял «Приди, он зовет тебя, приди, он зовет тебя». Он долго на основании одной истории, связанной с жизнью Христом говорил. И он много раз повторял эти слова. Но человек неверующий не знал, что это значит, где Иисус, куда прийти, как прийти, что значит покаяться. И здесь важно объяснить конкретно, что нужно делать. Как нужно исполнять волю Божию, к чему мы хотим научить людей, к чему мы их призываем. Призыв к покаянию – это еще одна цель заключения проповеди. Мы читаем об этом в Евангелии, в книге «Деяний», когда апостолу Петру люди задали вопрос, умилившись сердцем, что нам делать мужи-братья? И апостол Павел говорит, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Или Моисей, когда произносит свою проповедь и переходит в заключение, он говорит, «Вас свидетели, перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь или смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое». Или помните Иисус Новина, уже в заключении своей проповеди, речи, он говорит, «Изберите, кому служить, или отцам, там, идолам, которые служили отцы, или Господу Богу вашему, а я и дом мой будем служить Господу». Вот хорошая проповедь часто заканчивается таким призывом к покаянию, к побуждениям человека предать свою жизнь в руки Божию. Вот когда вы читаете проповеди Спержина, вы часто замечаете, Спержин часто призывал к покаянию, хотя у него не было специфических таких евангелиционных проповедей. И обычно Спержин не считал, что нужно какие-то специальные проповеди говорить, евангелизационные так называемые, но он всегда призывал ко Христу. Вот он заканчивает проповедь одну свою и говорит так, это проповедь неба и ад. «Вы совсем не рискуете, доверяясь Христу. Тот, кто доверяет Христу в полной безопасности, я умоляю вас, если в том, что я сказал, есть здравый смысл, то задумайтесь над тем, какие вы. И пусть Дух Святой покажет вам ваше состояние. Пусть он покажет вам, что вы мертвы, вы потеряны, вы погибли. Пусть он даст вам почувствовать, как ужасно попасть в ад. Пусть он укажет вам на небеса. Пусть он, как ангел в древние времена, возложив на вас руку свою, скажет, спасайтесь, бегите, смотрите на гору, не смотрите назад, не оставайтесь в долине». И так далее. И он конкретно призывает людей на основании своей проповеди к покаянию. Или вот Муди призывал людей обрести покой в Боге. «Пусть текст Писания, если этого не сделала проповедь, проговорит каждому из вас сегодня. Пусть каждое сломленное, разбитое, кровоточащее сердце обратится к Спасителю и услышит его слова утешения. Он утешит вас, как мама утешает своего ребенка, если только вы придете в молитве и возложите все бремена на него. Призвать к покаянию». Известен трехступенчатый призыв Билигрэма. Билигрэм обычно призывает, он говорит, закройте глаза, опустите голову, затем выйдите вперед, потом уже, потом преклоните колени и встаньте и повторяйте слова молитвы. У него такой призыв несколько ступеней. Он сначала призывает людей осознать, подумать о том, что они делают, поразмышлять в глубине души, потом выйти вперед и потом склониться для молитвы. Вот свой призыв. Ну и еще один момент заключения проповеди. Я заметил его в наших русскоязычных проповедниках. Когда я просматривал проповеди в Братском Вестнике, вот наших русскоязычных проповедников, напечатанные, вот начиная где-то с конца 40-х годов прошлого века, часто очень в конце проповеди братья обращали внимание на Христа. Вот одной из целей заключения в их проповеди было обратить внимание на Бога Отца и Сына. Вот, например, и они заканчивали так. А потому, если путь наш тяжел, если мы обременены скорбями, не будем падать духом, но будем терпеливы и будем взирать на Иисуса Христа. Вот. И они всегда обращали внимание на Христа, на то, чтобы мы держались Христа, чтобы мы взирали на Христа, чтобы мы следовали за Христом. И таким образом побуждали людей держаться, следовать за Иисусом Христом. Это цели заключения. Типы. Каковы могут быть типы заключения? Как мы заканчиваем? Ну, первое, так же, как и начинаем. Можно закончить текстом библейским. Тем же текстом, который мы читали. Вот. Или другим текстом. Как заканчивает проповедь свою Александр Васильевич Карев. И созерцая на голгофе раны Христа и кровь его, как лекарство от греха и вечной смерти, мы поем Псалом 102. Благослови, душа моя Господа, он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою. И заканчивает цитатой из Псалма. Вот. Или какими-то другими цитатами, цитированием, скажем, словословие, может, как это делал апостол Павел. Помните, когда он заканчивал размышления о путях Божьих в спасение, он так закончил. О бездна богатства и премудрости и ведения Божия. Как непостижимы судьбы его и не следимы пути его. Ибо все из него им и к нему. Это может быть одним из вариантов окончания. Опять прочитать, особенно если это был короткий стих, например, блаженный нищий духом. Или там, вы свет мира. Можно опять в заключении прочитать эти стихи. Итак, еще раз прочитаем текст Писания. Там, вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий на вершине горы. И так далее. И заканчивать текстом Писания. Очень хороший метод окончания. Вопрос. Можно оканчивать вопросом. Особенно, если мы поднимали какую-то проблему в тексте, и он требует вопроса. Вот, например, Мартин Лютер Кинг, говоря о безумном богаче, и говоря о всех проблемах, связанных с накоплением, приобретением в этом мире, вот, он заканчивает вопросом свою проповедь. Наше поколение не может уйти от вопроса нашего Господа. Что польза человеку, если он приобретет весь мир материального? Самолеты, электрический свет, машины, цветное телевидение, и потеряет духовное, свою душу. Вопрос. Что польза человеку? Это хорошее, кстати, окончание. Вот, чтобы у людей в сердце звучал этот вопрос. Что польза, если я приобрету все и потеряю Господа? Если человек приобретет весь мир и потеряет. Вот, очень хороший метод. Вопрос. Иллюстрация. Еще один метод. Вот, когда истина объяснена, ее нужно проиллюстрировать. Очень хорошо, после того, как мы представили истину, рассказали об истине, привести иллюстрацию, показать, как эта истина работает. Например, Дуайт Муди любил рассказывать истории. И вот он заканчивает одну из своих проповедей и приводит иллюстрации в заключение. Вот один из примеров. И он говорит. Дом полыхал огнем. Языки пламени объяли лестницу, а из окна третьего этажа кричал мальчик, взывая помощь. Единственный путь спасти малыша при помощи лестницы. Наконец нашлась лестница. И пожарник стал подниматься вверх. Но едва он добрался до третьего этажа, как пламя объяло малыша. Пожарник замешкался, и, казалось, боялся идти вперед. И вдруг кто-то из толпы закричал, давайте ободрим его. Один за другим, босс, гласы ободрения стали раздаваться в толпе. Пожарник, вдохновленный поддержкой, спас мальчика. Тоже происходит и с новообращенными. Когда только вы видите, что они стоят в нерешительности, подбодрите их. Если им тяжело дается работа, ободрите их, зарядите энергией в их славном труде. Пусть благословения Божьи сойдут на вас сегодня. И пусть каждый мужчина и женщина ободрятся, исполнится сил. Билли Грэм заканчивает вот одну из своих проповедей, использует методы иллюстрации. И он так говорит уже в заключении проповеди о вере. Одна из примеров объясняет, как может расти вера. Он говорит, подвесной мост через Ниагарский водопад начался с ниточки воздушного змея. Когда ветер был благоприятным, змей пересекал водопад. На другую сторону водопада, на другой стороне, люди поймали змея и закрепили его. И таким образом смогли протянуть веревочку через водопад. А затем только они смогли построить мост, уже протягивая ниточку за ниточкой. И ваша вера может быть лишь тонкой ниточкой. Она может быть маленькой и слабой, но действенной. Примите Христа, как вашего спасителя, Господа. Позвольте Ему подарить вашей душе мир и радость. Пусть Он изменит вашу жизнь, полную поражение и замешательство, на жизнь целенаправленную и полную мира. Он может сделать это. И сделает, если вы веруете в Него. Вот такой пример для того, чтобы закрепить истину, сказанную в проповеди. Окончание в иллюстрации. Ну и еще один момент молитва. У нас заканчивает обычно проповедник, который проповедует в заключении, молится. И так редко бывает, чтобы просто обычно проповедник молился в заключении проповеди. Но я думаю, это тоже может быть хорошим окончанием. Просто проповедник может попросить у людей встать или преклонить колени и помолиться, и попросить Господа, чтобы он закрепил сказанное, чтобы Бог позволил или помог выполнить то, что проповедник сказал и так далее. То есть это может быть хорошим способом, методом окончания проповеди, молитва. Могут быть и другие. Мы упоминаем здесь самые важные, основные, главные. Образовательный ресурс видеосеминарий ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Хорошее заключение чем отличается? Убежденностью. Проповедник заканчивает убежденно. Ясно. Я уже говорил о том, об опускающем воздух шарике и акбазе. Закончить – значит забить гвоздь. Сказать убедительно, ясно и конкретно. Четко сказать. Решительно подойти к заключению. Объяснить истину. Убедительность. Эмоциональность. Мы будем говорить позже о вопросе эмоциональности, когда будем говорить о проповедовании, как проповедовать. Но очень хорошо и важно, чтобы убедить людей недостаточно логики. У вас может быть хороший план. План может быть составлен, как мы говорили, по всем правилам. Логика, последовательность, ясность. Но если нет при этом эмоции, если нет энергии и не чувствуется жизни в душе проповедника, тогда самый хороший, яркий план, конкретный план не поможет. Если даже логика есть в плане, но нет такой ясности, убедительности у проповедника. Эмоционально. Особенно в ингаляционной проповеди, конечно. Краткость. Ну, краткость это самое важное. Проповедник должен знать, как и когда заканчивать. Время говорить и время молчать, говорил экклесиаст. И профессионалы знают. Нужно оставить слушателей с желанием слушать дальше. Лучше вы закончите до того, как люди начнут думать. Но поскорее бы он закончил. Вот лучше закончить до того. Иногда наши слушатели задают вопрос, как Иов когда-то спрашивал. Будет ли конец ветреным словам? И они не знают, даже не уверены. Но будет ли конец? И скоро ли будет конец? Сыны века сего догадливые век в этом вопросе. Хороший пример это Риттер Тертул в книге Деяний. Когда он обращается к царю Феликсу. И он говорит. Но чтобы много не утруждать тебя, прошу выслушать нас кратко. Со свойствием тебе снисхождением. Даже неверующий человек знает, что надо говорить кратко. Ясно, четко. И надо подражать этому. Иногда бывает проповедники несколько раз говорят в заключении. И наконец. Потом и в заключении. А немного позже. Вот еще пару слов. Через пять минут. Перед тем, как закончить. И так далее. И мы ждем. Но когда же они закончат? Они никак не могут закончить. А у некоторых пасторов говорят. Он пропустил. Одном пасторе. Он пропустил несколько очень хороших мест, чтобы остановиться. Или он устал. И мы все устали. Но он не знает, как остановиться. Вот и бывает такое, что проповедник не знает, как остановиться. И он похож на самолет, который идет на посадку. И кажется, и он уже выпускает шасси. И людям кажется, что он уже на взлетно-посадочную полосу приземлится. Но вдруг они в разочаровании замечают, что он опять взмывает вверх. Он не смог посадить самолет. Вот и он опять начинает кружиться над аэродромом. И опять делает попытку. И люди переживают. И сейчас люди говорят, ну как ему помочь? Что сделать, чтобы он закончил свою проповедь наконец-то? А он опять и опять заходит на посадку. Вот ее очень переживают слушатели сами. Я слышал об одном брате, который так проповедовал. И он тоже не знал, как закончить. И он вдохновлялся своей проповедью. И он говорит, наконец-то обращает к залу. Ну что вам еще сказать, братья и сестры? И кто-то из зала говорит, скажи нам аминь и довольна с нас. Иногда действительно уже хочется помочь проповеднику сказать аминь. Подбодрить его. Все, что ему нужно, просто закончить. И вот хороший проповедник должен четко и ясно вести своих слушателей к конечному пункту своей проповеди. Мы знаем, что духи пророческие послушны пророкам. Настоящим пророкам, вот хорошим проповедникам духи пророческие послушны. И они вовремя уложатся, в 15 минут или 20, сколько отпущено для проповеди. Они приведут церковь к месту назначения и покажут им место, куда они сами хотели идти. Поэтому пусть благословит нас Бог не только уметь начинать, но уметь заканчивать. И заканчивать вовремя. Говорите коротко. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok